Суннаты, желательные вещи во время Тавафа, это те, которые являются дополнениями. Вот то, что если бы мы совершили только столпы Тавафа, это уже хорошо. Ты снимаешь с себя обязательства. Однако есть дополнительные суннаты для Тавафа, которые тоже нужно совершать. Если мы оставляем эти суннаты, то награда будет намного меньше. Каждый раз, когда мы оставляем сунну, награда уменьшается. Желательными вещами для Тавафа являются такие вещи, как и Тебя. И Тебя, это когда человек оголяет свое правое плечо. То есть берет и храм, поворачивает под мышками и скидывает на левое плечо. То есть правую сторону и храма, вот эти накидки, скидывает на левое плечо. И его правое плечо оголяется. И так семь кругов. Также сунной являются первые три круга обойти со спешкой. Остальные четыре круга обычным шагом. Опять же, спешка не так, как люди прям бегут, как будто за ними бежит какой-то дикий зверь. Не так. Вот эта спешка делается короткими шагами, короткими, быстрыми шагами. Они так, как бегут во время, как же Асяя, между Сафой и Аль-Маруа. Там тоже бегут, как будто там леопард или пантера, не знаю. Это неправильно, это не по-сунне. И даже женщины бегут куда-то, как будто их кто-то сейчас убьет. Нет, надо короткими, быстрыми шагами. Вот это, как раз, является сунной. Потом, сунной во время того Афа является делать такбир, начиная с черного камня. Кстати, мы забыли, что у Ажи Бэм фардом является начать с черного камня. То есть, если кто не видит черный камень, то он видит зеленые полоски, откуда начинается обход. Если кто-то начнет после этой полоски, после черного камня, то вот этот круг, который он обойдет, у него не примется. У него начнется только после того, как он дойдет до этого места, где черный камень. А то некоторые начинают с двери Кабы. Нет, не с двери, а где угол, черный камень. Вот сунной является, у кого есть возможность поцеловать черный камень. Но когда там идет толпа людей, скопление людей, и есть опасность вместо сунной совершить харам, лучше туда не лезть. Если есть возможность прикасаться, прикасаешься рукой. Если нет возможности прикасаться рукой, просто делаешь вот так знак Аллаху Акбар или Бисмилляхи Аллаху Акбар. Все, вот этого достаточно, что человек совершил сунну. Также сунной является, когда остается небольшой отрезок до черного камня. Вот эта сторона Кабы называется Ар-Рухнуль-Ямани, Йеменский угол. Во время Йеменского угла, не доезжая до черного камня, сунной является читать дуа. Раббана атина фил дуня хасана, вафил ахирати хасана, вакина азабан нар. Вот потом он доезжает опять до черного камня, и также говорит Аллаху Акбар. Вот этот тагбир также является сунной. Некоторые ученые упомянули, что также сунной является делать дуа между черным камнем и между дверью Кабы. Вот там где-то метр, примерно, отрезок, где стоит там полицейский. Вот это место называется мультазем. Установленное место означает мультазем. Делать дуа, и Аллах принимает. Это приводится от Ибн Умара, ради Аллаху Ангума, что он делал там дуа в этом месте. Также во время обхода сунной является, либо делать дикарь Всевышнему Аллаху, поминать Аллаха, либо считать что-то из Корана, либо просить у Аллаха все, что желаешь. Это самое такое место, где Всевышний Аллах отвечает мольбе своих рабов, когда они взывают к Аллаху. Самое благословенное место. И после этого сунной является, когда человек завершает обход вокруг Кабы, совершит два раката сунна-тамаз за макам Ибрагим. То есть, когда макам Ибрагим находится между тобой и между Кабой. Это также является сунной, потому что Всевышний Аллах сказал «И избирайте себе место Ибрагима в качестве совершения намаза». То есть, за макам Ибрагим. Это вот те важные моменты, которые нужно знать мусульманам, братьям, сестрам, которые хотят совершать паломничество или совершают хадж или умру, чтобы не нарушали эти важные вещи. Это вот примерно все, что можно сказать о Талафе. Субханаке Аллахумма в бихамдике. Ашкаду Аллахиллаха иллянта стегфирука. Ва тубу лаик.